Во сне вы можете создать очень много негативного или позитивного. Это уже слишком просто. Садана во сне. Резкое пробуждение по будильнику — это не самый лучший способ проснуться. Бывает ли у вас, что вы просыпаетесь утром и без какой-либо причины вы чувствуете себя просто ужасно? Если это происходит хотя бы два-три раза в год, если дело обстоит так, то перед сном вам нужно делать определенные вещи. Это очень важно, потому что вам необходимо понимать, что во сне вы можете создать либо очень много хорошего, либо очень много плохого, что-то приятное или неприятное. Во сне вы можете вынашивать их с большой эффективностью, непрерывно. Вы также можете вынашивать их и в течение дня. Над днем присутствует огромное количество отвлекающих факторов. Так что это не происходит с той же эффективностью. Но если у вас есть такая склонность, что вы ложитесь спать, а утром просыпаетесь и чувствуете себя ужасно, без какой-либо причины, это значит, что ночью вы вынашиваете что-то с большой эффективностью. И речь не только о психологических проблемах. Через какое-то время это может привести к серьезным физиологическим проблемам. Очень важно, чтобы вы устранили такие вещи из своей жизни. Перед тем, как ложиться спать, необходимо позаботиться о нескольких аспектах. Употреблять мясо или любую другую пищу лучше всего хотя бы за 3-4 часа до того, как ложиться спать, чтобы пищеварительный процесс завершился. Просто выпейте немного воды и ложитесь спать. Вы увидите, что это поможет. Одна простая вещь это душ перед сном. Всегда принимайте душ перед сном. Это многое может изменить. В такой погоде, как здесь, принимать холодный душ может быть сложно. Поэтому можно принимать слегка теплый душ. Но главное не принимать горячий душ перед сном. Принимайте прохладный душ. Это может вас взбодрить. И вам может показаться, «Ой, не могу заснуть». Не имеет значения. Даже если вы заснете на 15-20 минут позже или на полчаса позже, вы будете спать гораздо лучше. Потому что это избавит вас от определенных вещей. Когда вы принимаете душ, вы не просто смываете с себя грязь. Вы замечали, что если вы очень напряжены или встревожены, обыкновенный душ помогает снять эти ощущения, как будто гора сваливается с плеч. Замечали такое? Так что дело не только в том, чтобы смыть грязь. Когда поток воды течет по вашему телу, происходит много всего. Это в некотором роде простейшая форма практики Бутта Шудди. Потому что более 70% вашего тела составляет вода. И когда вода течет по телу, происходит определенное очищение, помимо очищения кожи. Еще одна вещь, которую вы можете делать. Зажигайте лампу с органическим маслом. Фитиль из хлопка и немного масла. Какое масло вы обычно используете, когда готовите? Льняное масло? Масло рисовых отрубей? Или кунжутное масло? Какое масло у вас продается? Оливковое масло тоже хорошо. Любое органическое масло и фитиль из хлопка. Просто зажигайте небольшую лампу в комнате, где вы спите. Вы увидите, что все эти вещи полностью исчезнут. Также существуют специальные вечерние практики йоги, которые выполняются непосредственно перед сном. Сидя в кровати, вы можете выполнять эти практики. Если вы хотите практиковать ишикрию, вы можете найти ее в интернете. В Индии считается общеизвестным, что не стоит спать головой на север. Вы слышали о таком? Если вы будете спать головой на север, то ночью, когда вы будете находиться в горизонтальном положении, постепенно кровь начнет проливать к вашему мозгу. Из-за повышенной циркуляции крови в мозге вы просто не сможете спать спокойно. Если у вас есть какие-либо предрасположенности к заболеваниям мозга, или вы уже в возрасте, вы можете даже умереть во сне. Может произойти кровоизлияние в мозг, потому что избыточное количество крови поступает в мозг по кровеносным сосудам толщиной с волосок. В результате воздействия магнитного поля в мозг поступает избыточное количество крови. Когда вы находитесь в вертикальном положении, этого не происходит. Но как только вы ложитесь в горизонтальном положении, сила притяжения действует на голову настолько сильно, что постепенно кровь начинает приливать к мозгу. Чтобы избежать этого, это относится только к северному полушарию. В Австралии не стоит ложиться спать головой на юг. Если же вы находитесь в Индии, не следует ложиться спать головой на север. Лучше выбрать любое другое направление. Помните о том, что вы по-настоящему смертны. Это не просто слова. Вы можете умереть прямо сейчас. Не имеет значения, молодые вы или старые. Вы можете умереть прямо сейчас. Да или нет? Перед тем, как лечь спать, сядьте в кровати и представьте, что это ваше предсмертное ложе, что вам осталось жить только одну минуту. Просто вспомните свой день. Сделали ли вы сегодня что-то стоящее? Делайте это простое упражнение. Вы не знаете, когда это действительно произойдет. Как это будет? Будете ли вы лежать у себя в кровати или в больнице, утыканной иглами и трубками? Никто не знает, как это случится. Но просто наслаждайтесь этим каждый день. Садитесь на своем смертном ложе и оглядывайтесь на прожитый день. Как я прожил эти 24 часа? Сделал ли я что-то ценное? Потому что сейчас я умираю. Если вы будете так делать, вы проживете действительно стоящую жизнь. Поверьте мне. Каждую ночь, перед тем, как идти спать, все вы должны сделать следующее. На три минуты все, что вы набрали. Тело, содержимое ума, вещи. Не игнорируйте маленькие вещи, ведь по сути они являются большими. Я видел, как люди носят с собой личную подушку. Потому что это очень важно. Ваша подушка, ваша обувь, ваши отношения, все, что вы собрали, отложите это в сторону и ложитесь спать. Если вы будете спать в таких условиях, вы проснетесь гораздо более легкими и энергичными. С гораздо большими возможностями, чем вы себе представляли. Просто спите как жизнь. Не как мужчина, не как женщина, не как то или это. Просто отложите все. Просто. Это уже становится слишком просто. Сады на во сне. По крайней мере, это вы должны делать. Звуки, с которыми вы просыпаетесь, определяют контекст вашего дня и во многом вашу будущую жизнь. Так что резкий подъем по будильнику — это не самый лучший способ проснуться. То, какую пищу вы употребляете, какие мысли и эмоции появляются внутри вас и уровень живости, который вы поддерживаете в своем теле, все это и будет определять, сколько часов сна вам необходимо. Например, вам нужно три, простите, например, вам нужно восемь или двенадцать часов сна. Не ту цифру назвал. Сколько бы часов сна вам не требовалось, вы знаете, сколько вам нужно. Так что ложитесь спать достаточно рано, чтобы проснуться естественным образом. если вы просыпаетесь естественно или, допустим, вы сомневаетесь, проснетесь вы или нет, то если вы определили для себя одну из мантр вайрагия, вы можете использовать ее. С точки зрения физиологии, одним из наиболее важных аспектов вашего организма является ваше сердце, перекачивающая станция, обеспечивающая циркуляцию вашей крови. Она качает жизнь через все тело. Без этого невозможен ни один процесс. И это начинается с левой стороны. Вот почему в Индии говорят, что когда вы просыпаетесь, сначала вы должны повернуться на правый бок и потом уже подниматься. Если вы повернетесь на левый бок перед тем, как встать, с вами могут произойти неприятные вещи. Вам такое говорили? Что это значит? Когда вы находитесь в определенном состоянии расслабленности, когда тело расслаблено, метаболическая активность находится на низком уровне. Когда вы встаете, происходит определенный всплеск активности. Вот почему в Индии говорят, все эти вещи встроены в вашу жизнь, но вы просто отбрасываете это. У вас встроена целая наука жизни. Вам говорили, что утром, перед тем, как открыть глаза, нужно потерять руки и сделать вот так. Положить с ладони на глаза. Если вы так сделаете, вы увидите Бога. Смысл не в том, чтобы увидеть Бога. Если вы потратите ладони друг от друга, все нервные окончания, в ваших ладонях очень высокая концентрация нервных окончаний. Если вы так сделаете, вся система незамедлительно проснется. Если вы чувствуете себя сонными, просто сделайте вот так и увидите, что вся система проснется. Так что утром, перед тем, как встать, сначала разбудите свое тело и затем положите ладони на глаза. Сразу же целый спектр нервных окончаний соединится с вашими глазами и другие аспекты ваших чувств также проснутся. Перед тем, как вы встанете, ваше тело и ваш ум должны прийти в активное состояние. Вы не должны вставать заспанными. Вот в чем весь смысл. Понимаете? Сначала сделайте так, а потом перевернитесь на правый бок и только потом вставайте. Сегодня все мы ляжем спать. Завтра утром примерно четверть миллиона человек не проснутся. Смерть по естественным причинам. Допустим, вы проснете завтра утром. Есть ли у вас гарантия этого? Гарантийный талон. Нет. Итак, допустим, вы завтра проснетесь. Просто сделайте так, и это станет вашим первым шагом к духовному процессу. Завтра утром, когда вы проснетесь, проверьте, действительно ли вы проснулись или вы умерли. Если вы проснулись, это нужно хотя бы немного отпраздновать. Не обязательно вскакивать и танцевать, но, по крайней мере, вы можете улыбнуться. Я все еще жив. Четверть миллиона человек умерли. Они были такими же, как вы и я, и раз, их не стало. Не так ли? Ищи, не ищи, их уже нет. Но Я здесь, все еще жив. Это заслуживает одной широкой улыбки. Если умерли четверть миллиона человек, то, по крайней мере, от трех до пяти миллионов человек потеряли кого-то, кто был им близок. Проверьте этих трех-четырех-пяти человек, которые имеют для вас значение. Все они живы сегодня. Еще одна широкая улыбка. Вы улыбнетесь или нет? Живы? Допустим, сейчас мы приставим к вашей голове пистолет. Думаете, это станет облегчением? Нет? Вы будете в ужасе. Вот насколько это ценно быть живым, не так ли? Вот насколько ценно для вас быть живым. Так что завтра утром четверть миллиона человек не проснутся. Они умрут в эту ночь, но вы все еще живы. Разве это не заслуживает хотя бы широкой улыбке? Скажите мне. И все те люди, которые имеют лево значение, они тоже живы. Еще одна широкая улыбка. в им улыбка. Улыбка. Редактор субтитров